Всем привет! Меня зовут Вася, это канал про Америку, и сегодня поговорим с вами на тему «Мои впечатления о Нью-Йорке и о США спустя три года жизни здесь». Поехали! Итак, я в Америке уже три года, вернее, будет три года в мае, но в принципе уже можно считать. Я сюда ехал с определенным набором стереотипов, и спустя три года, я думаю, можно подвести определенную черту, что я это буду периодически делать, совпали ли мои ожидания с тем, что есть на самом деле. Скажу сразу, нифига не совпало, я ожидал совсем другого, я ожидал, что жизнь будет трудная. Все-таки, простите меня, патриоты России, но я вырос в 90-е, я хоть и мелкий, но застал распад Советского Союза, я застал последующие кризисы, я прекрасно помню, как в 98-м году примерно чипсы «Лейс» стоили 15 рублей, а потом я еще тогда вечером подумал, не хочу идти домой за деньгами, зайду, утром куплю, а утром я прихожу в этот киоск, а чипсы стоят 150 рублей. Я прекрасно помню то время, и меня воспитывала одна мама, и я прекрасно помню, что это все было. Ну ладно, проехали. Так, я сюда ехал в Америку, думал, что есть определенный набор стереотипов, и я думал, что он прав. Такое, как бездушные улыбки, очень дорогая медицина, безумно дорогая еда, огромные налоги, денег мало, и ты живешь, выживаешь, стараешься. Но нет, как оказалось, это абсолютное вранье. Начнем с улыбок. В Америке другой менталитет. Здесь принято улыбаться. И это не значит, что у них улыбки фальшивы, и что вот она сейчас улыбается, вы только отвернетесь, на вас бабушка харкать начнет. Нет. Смотрите, когда вам 10 раз за утро улыбнутся и пожелают хорошего дня, даже посторонние люди, то и вы начнете улыбаться и искренне желать хорошего дня. Я не замечал такого, чтобы было какое-то фальшивое к тебе отношение. Но опять-таки, все зависит от человека, и хорошие, и не очень люди бывают везде, в любых странах, в любых национальностях. Нет абсолютно плохих или абсолютно идеальных людей нигде. Все люди разные. Следующее. Это медицина. Я думал, что она есть безумно дорогая. Но стоимость медицины, по крайней мере в Нью-Йорке, зависит от вашего дохода. Чем вы беднее, тем вы меньше платите за страховку. Либо у вас есть страховка от работодателя. Если вы безработный или вы бедный, то у вас оплачивается страховка за счет бюджета Нью-Йорка. То есть, бедным страховка бесплатна. Она покрывает полностью все услуги на 100%. Приведу примеры. Когда я сюда прилетал, то за прошлый год у меня доход в Америке был равен нулю, а значит, я имел право на такую страховку. Что она в себя включает? Дантист на 100% оплата. Чистка зубов раз в полгода. Пломбы ставите спокойно, без проблем. Причем идете в любую клинику, которая принимает эту страховку. А ее почти все принимают. Фиделис. Можете загуглить, кому интересно. Фиделис. План номер 4, по-моему. Пломбы вам ставят. Коронку раз в полгода одну вместе с рут-каналом. Это делается уже по запросу. Вам делается рентген. Тут же в клинике на месте отправляется в страховую компанию, и они дают вам ответ. Возможно, страховая вам позвонит, спросит, реально ли вы человек. Но мне такую коронку ставили. И рут-канал мне тоже ставили. Плюс эта страховка покрывает полностью все лекарства. То есть, вы приходите в аптеку и забираете все лекарства. Аптеку вы у врача выбираете сами, какая вам больше подходит ближе к дому. Такую вашу домашнюю аптеку врач и ставит. И туда напрямую отправляет рецепт. То есть, вам не нужно даже с бумажкой рецептом ходить. Вы приходите в аптеку и просто забираете свое лекарство. Ну, свой документ подаете, что вы это, вы, а не Петя Васечкин. И все спокойно забираете. Сюда же входит и массаж, если нужно, разумеется, лечебный, и МРТ. МРТ, опять-таки, МРТ в Америке, если за деньги платить, оно безумно дорогое. Приведу пример. Я делал МРТ 3 года назад примерно, ну, 2 с копейками, с контрастом и без 2 МРТ. Счет, оплаченный, пришел уже страховкой на 5200 долларов. Да, 5200 долларов. Это все оплатила страховка. Только представьте, каково лечиться в Америке без страховки. Ну, лечиться в Америке без страховки – это то же самое, что в России быть без полиса ОМС. Ну, так же, как и в России, это есть, то и в Америке. В принципе, варианты найти всегда можно. Следующее, что туда входит? Окулист, глазной врач. То есть, как правило, страховки на зрение и на зубы, они идут отдельно в Америке. Но вот эта страховка для бедных, она покрывает все вместе. И зубы, и зрение. В том числе и хорошие, дорогие клиники сюда тоже входят. Повторяю, и лекарства в том числе. А для пожилых сюда уже входит и хоматендент. Это то есть человек, который приходит за вами, убирается, помогает вам. Не путать с домоработницей. Хоматендент – это не домоработница. Это человек, который ухаживает за пожилым человеком, конкретно за ним. Он не будет на всю семью мыть полы и готовить ужин. А некоторые люди почему-то их путают. Это строгое нарушение. В Америке закон чтят самокладное. Следующее, это еда. Я думал, что в Америке с едой большие проблемы. Все пластиковое, везде химия, одни гормоны. Все в Америке полные, крупные. Как оказалось, нифига. Вы когда в Америку приедете, по крайней мере в Нью-Йорк, да и в Майами то же самое, в принципе, бегают постоянно люди, разные люди, пенсионеры бегают просто очень много. Очень много стройных, худых. Мода на здоровый образ жизни пошла именно отсюда. Все эти суперфуд, хорошая качественная еда, биодобавки, витамины – все это заказывается и производится в Америке. Все это идет из США. И пошло это из США. Поэтому этот стереотип о том, что американцы – это очень полная нация, возможно, он частично прав, потому что здесь большой выбор еды, вы можете располнять, да. Но также все зависит от вас. Вы можете быть худым, стройненьким. Спортзал стоит от 10 долларов в месяц. Безлимитное посещение. Хороший большой спортзал на два этажа. Шикарной кардиозоны. 10 долларов в месяц. Что такое 10 долларов в месяц для Нью-Йорка, когда минимальная плата труда – 15 долларов в час? Ну, это копейки. Это несколько чашек кофе. Итак, еда. Я когда попробовал здесь мясо впервые, я долго пытался вспомнить, что это за вкус такой знакомый. Я вспомнил. Это вкус деревенского мяса. Я в детстве до 14 лет жил каждое лето в деревне. Я этот вкус прекрасно помню. Фрукты, овощи – это все круглогодичное. Первый раз сюда, когда попал в Нью-Йорк, я первым делом купил тыкву, купил ягоды, тыкву начал нарезать на кубики и убирать в морозилку. На меня друзья посмотрели, как на странного человека. И сказали, а что ты делаешь? Я говорю, я тыкву на зиму запасаю. Они говорят, а зачем? Здесь сезонных овощей и фруктов нет. Здесь все круглый год. И я такой не поверил сначала. В смысле здесь тыква круглый год? То есть она здесь зимой не пропадет? Я такой, в смысле нифига себе? Они говорят, нет, не пропадет, ты потом увидишь. И да, я потом увидел, что нифига не пропадает. Может быть, чуть-чуть дороже станет зимой, скорее всего, из-за отопления. Еда становится чуть-чуть дороже, но летом все это опять дешевеет. Причем прилично. И так что лучше покупать все это свежее, чем из морозилки замороженные. Также и клубника здесь круглый год, и она очень дешевая и очень доступная. Так что еда – это я. Мне 35 лет, если что. Так что в плане еды здесь просто, конечно же, шикарно. Я покупаю все эти местные продукты, еду, якобы, фрукты, все эти вкусняшки, газировки. Я мечтаю, чтобы мои родственники в России это тоже попробовали. Я правда об этом мечтаю. Но я прекрасно понимаю, что это невозможно, к сожалению. Потому что все-таки реально небо и земля. Есть пирамида Маслоу. Или как правильно? Маслоу. И по этой пирамиде Маслоу американцы первый уровень уже заняли. У них первый уровень уже полностью забит. Это еда. Предметы первой необходимости у американцев. Все это есть, и они в этом не нуждаются. Соответственно, они могут уже перейти на другой уровень. Думать о ближних. Как помочь бедным. Как на улице, если кому-то нужна помощь, подбежать, помочь. Здесь женщина один раз при мне упала, ударилась головой. Толпа вокруг нее тут же собралась. И не просто глазеть, а реально подбежала помогать. Тут же вызвали скорую. Скорая приехала за 4 минуты. Реально за 4 минуты. Люди были очень организованы. Здесь, если что-то на улице происходит с чужими людьми, к вам сразу же подбегут. Сразу же предложат помощь. Скорая реально приезжает за 4 минуты. Как в фильмах просто. И нет такого здесь. Есть что, как многие в России думают. Если у вас нет страховки, то к вам даже никто не подойдет, и скорая к вам не приедет. Нет, абсолютное вранье. В Америке сначала помогут, сначала вас вылечат, потом будут думать о деньгах. А те, кто говорят, нас в России за то все бесплатно. Да нифига в России не бесплатно. 5,1% каждый работающий россиянин платит в фонд обязательного медицинского страхования. Это не бесплатно. Это берется с вашей зарплаты. К тому же в России скорая может и не приехать. Так что простите. А про поддельные лекарства я молчу. И про то, что сейчас в России происходит с лекарствами, с медициной, можно даже и не говорить. Не хочу поднимать негатив в комментариях. Так что в Америке не просто так живут дольше, чем в России. И это, если честно, это вызывает грусть. Первое время, особенно кто любит Россию, любил Россию, и те, кто переехал в Америку, первое время они ходят в стрессе, в шоке. Пожилые люди плачут. Пожилые люди из России или из СНГ, которые переехали в Америку первое время, ходят по городам США и плачут, потому что им обидно. Им обидно за родину. Потому что это действительно небо и земля. Более развитые страны живут на совершенно другом уровне. Здесь это не описать. Это нужно здесь жить. Увидеть, как вам улыбается пожилая женщина. И пожелать ей искренне хорошего дня. Увидеть, как здесь цены стабильные. Да, инфляция тоже есть, но она небольшая. Посмотреть, насколько здесь стабильно доступны продукты питания вообще всем. Как сильно государство заботится о людях. И знаете, что удивительно? Я понял, что я не умею защищать свои права. В России, когда вы к работодателю приходите, пытаясь что-то вякать про себя и защищать свои права, то, как правило, это встречается негативом. И все тебе говорят, ну ты типа молчи, все молчат, и ты молчи. Потерпи как-нибудь. Я знаю прекрасно, потому что в России защищать права не приветствуется. Особенно на работе. Переработки все эти в России, как правило, они бесплатные. Я где только в России не работал. Я работал инженером много лет. Я 7 лет примерно инженером работал. Я и в связном поработал немножко, и в теле-2 поработал. И электриком на комбинате, и в Мактогорском металлургическом. Я много где поработал. И везде в России не приветствуется, если вы попытаетесь отставить свои права. На тебя смотрят косо, типа, да как так ты посмел подумать о себе? Ты не имеешь права думать о себе и о своих правах. К сожалению, но это мой личный опыт. Возможно, у вас опыт совершенно другой. Я не говорю о том, что в России пенсии очень низкие. В принципе, здесь пенсии тоже довольно-таки низкие для уровня жизни. Но это небо и земля по сравнению с Россией. Это просто небо и земля. В Америке люди живут намного дольше, чем в России. И это не просто так. Это не пустые слова. Это не особенность экологии. Кстати, экология здесь шикарная. Здесь в автомобилях стоят катализаторы. И у бензина совершенно другое качество. Здесь возле дорог машинами не пахнет. Вообще не пахнет. Вы можете стоять возле дороги, и вы офигеете от того, что запаха машин нет. Воздух чистый. Нью-Йорк – это огромный город. Официально здесь живет 8,5 миллионов человек. Неофициально 12-13 миллионов человек. Именно в самом Нью-Йорке, в самом городе. Представляете, сколько здесь автомобилей. И здесь не пахнет машинами, здесь воздух чистый. Да, здесь океан. Из-за особенностей улиц, они здесь перпендикулярные. Очень хорошо все продувается свежим океаническим воздухом. Вы представьте, идете по огромному мегаполису. Там, где есть небоскребы, есть парки, белочки. Канадские гуси бегают. И пахнет океаном. Свежеокеанический бриз. А летом еще и цветами пахнет. Вы только представьте, это огромный мегаполис, здание стекла и бетона. Плюс деревья, животные, белочки везде бегают, орешки прячут. И запах океана, океанический бриз. Но это клево. Для меня это очень важно. Все-таки я родом из Магнитогорска. И очень обидно, что мы в России не научились, да и в принципе в СНГ не научились отстаивать свои права. Что такое свои права? Ну, надо ли говорить про конституцию, про конституционные права, то, что в России-то нифига не работает. За другие страны я не буду говорить. Опять-таки, негатив уже не хочу никакой здесь в комментариях поднимать. Я думаю, все все прекрасно понимают, у кого розовых очков на глазах нет. У меня они давно разбились. Разумеется, Америка не идеальная страна. Минусы есть во всех странах. Рая нигде не существует. И более того, я никого не зазываю. Услуг я никаких не оказываю, поэтому меня в этом не надо уличать. Платных услуг тем более не оказываю, ничего не советую. Каждый думает, как он хочет. Кстати, обратите внимание, это Кони Айленд. Парк аттракционов. По-моему, люди мне пишут, в GTA это место есть. По-моему, в Сан-Андерс, что ли, GTA. Мне люди в комментариях писали, что такое место есть в некоторых компьютерных игрушках. Вот именно это место. И очень интересно вот так идти и ходить по тем местам, которые были в фильмах. Вот это, по-моему, старая вышка, с которой прыгали парашютисты чуть ли не в 20-х годах. Короче, в прошлом веке. Сейчас это просто местная достопримечательность. Это набережная. Она идет прямо до Брайтона. Это Кони Айленд. Слева пляж. Есть беседочки, чтобы мы могли покушать, попить. Здесь повсюду туалеты. Туалеты уже работают в туалетах. Есть туалетная бумага, жидкое мыло, сушилки работают, зеркала есть, вода есть. И там есть человечек, который сидит и следит за этим. И туалеты бесплатные. Что меня удивляет? В Америке везде муниципальные бесплатные туалеты. Я первое время в Америке искал какую-нибудь бабушку, которой надо отдать доллар за вход. Ну, простите, для меня это была дикость. Хотя я помню в Краснодаре, в парке, вот в этом новом красивом парке, вот эти вот шикарные крутые туалеты, все хромированные, там бесплатные. Я туда заходил, я помню, что-то года 4 назад я там был в гостях. У меня там друзья живут. Красивый очень город Краснодар. И этот парк шикарный. И там туалеты такие клевые, классные. Там было бесплатно. Еще в Магнитогорске возле памятника Туфронту, я помню, бесплатный новый туалет. Ну, опять-таки, простите, но для меня, как и для россиянина, в России это была дикость, бесплатный туалет общественный. А здесь в Америке это повсюду. Если нет общественного туалета такого стационарного, то поставим будочку. И люди будут ходить в эту будочку. И там будет туалетная бумага, ее никто воровать не будет. Это я иду по пирсу. Он уходит в океан. И не знаю, на сколько метров. Сто или двести. У меня глазомер тот еще. Мне, знаете, что нравится? Люди просто приходят на лавочки здесь и садятся, смотрят в океан. И они не переживают, что гречка дорогая, сахар в магазине, сахар подскочил. Тут я, Грешин, включил фильтр на камере, который уже сейчас не отключить. Пробовал. Смотрите, какой океан классный. Я его обожаю. В Магнитогорске океана нет. Тут уже от страны не зависит. Я просто очень люблю океан. Кто-то скажет, что я сюда приехал за деньгами, за колбасой. Нет. Меня в России не устраивало отсутствие прав людей и то, что Конституция не соблюдается. И права людей не соблюдаются. Об этом я уже много раз говорил, кричал, но никто об этом почему-то, как правило, не слышит. Кому надо, те прекрасно меня понимают. В России конституционные права не существуют. Права людей не существуют. А сейчас в России просто творится. Ну, не буду говорить, не хочу никому делать больно. Так что, если кто-то будет писать, то я сюда приехал кушать. Нет, это абсолютно неправда и вранье. И я про это много раз писал. Меня не устраивает в России... Вообще все меня не устраивает в России. Полностью законодательная система, конституционная. Короче, ладно, проехали. Я уже делал на это обзоры. Обратите внимание, все чистенько, все аккуратно. Ну, кстати, Нью-Йорк довольно-таки грязный город в этом плане. Здесь довольно-таки много мусора. Может быть, потому что здесь люди со всех уголков земли живут. Наверное, поэтому, не знаю. Что в плане финансов интересно? То, что для россиян дорого, а для американцев это обычные вещи. Ну, те же айфоны. В российские паблики зайди, почитай. Там про айфоны, например. Куча айфонов там. Ага! Это фу! Вот, китайский. Ля-ля-леми. Там какой-нибудь. Гораздо круче и стоит всего 500 рублей. Утрирую, конечно. Но, понимаете, в Америке айфон – это просто телефон. Он здесь у каждой бабушки. Я сюда, когда приехал 3 года назад, тогда 10-й, по-моему, айфон. Он был предпоследний, я уж не помню. И я увидел, что у пенсионеров 10-й айфон. И они смотрят Инстаграм, и они рушуют, они улыбаются. Я подумал, ого-го, бабушка едет в трамвай. В автобусе, у нее в руках айфон, наушник Airpods. И она ржет. Я думаю, нифига себе, бабушки здесь. Поэтому айфоны для Америки – это просто телефон. Это не считается понтами. Что говорит о многом. Например, простой дворник в Нью-Йорке за месяц работы чистыми после вычета налогов сможет купить себе 2 айфона. Причем топовых 2 айфона. Сейчас айфон 13 Pro Max на момент записи видео. На 128 гигов 1099 стоит плюс налог. Ну, примерно 1200 долларов. Плюс-минус. Для Нью-Йорка – это 2 недели работы дворника примерно. То есть, я очень сильно удивлен. Я ожидал, что в Америке будет труднее. Минусы, конечно же, тоже есть, но это просто небо и земля. Не считайте, что я хвастаюсь, не считайте, что я понтуюсь. Я просто говорю свои мысли о своей жизни. С вами был Вася из Нью-Йорка и канал про Америку. Пожалуйста, поставьте лайк. Вы очень поможете в продвижении моего канала. Спасибо большое. Всем пока. Я еще хочу извиниться за то, что у меня не получается делать такие красивые выпуски, которые делают знаменитые блогеры. Например, рассказ про айфоны, бежать тут же в магазин, держать в руках айфона и крутиться на камеры. Ну, я вот так не умею делать, к сожалению. Я такой человек, который очень сильно стесняется и скромничает. У меня еще куча комплексов. Я стараюсь, конечно, прогрессировать, стараюсь развиваться. Стараюсь на камеру теперь появляться иногда. Ну, вот, блин, простите, такой я человек. Пытаюсь побороть свою скромность, но мне это очень трудно дается.